да они пишут ответы на комментарии с youtube в этом вебинаре будут ответы на комментарии да я не всех это невозможно все всеми много этих но самое интересное оттуда переносил сюда но согласитесь что я смог ответить только на маленькую часть и когда приходит следующая неделя мне бы надо ответить на оставшуюся а мне свежие опять закидают и получается некоторая неделями не отвечай месяцами а вообще это если вы хотите чтобы я все-таки наверняка ответил делаю комментарии пишите прошу ответить на вебинаре я всегда это делаю так на главной странице youtube можно смотреть комментарии к видео нажав на колокольчик справа сверху ваше мнение по поводу советов на канале сад без проблем так это что за канал то сад без проблем я сразу не вспомнишь это знакомое название чей канал хотя бы вот прямо тут назовите автора канала там посмотрим сейчас мне никакого нет потому что вспомнить его как я могу иметь мнение если не помню так в ноябре посылка это ваше ожидание ноябре посылку саженцами груш абрикоса прикопал корни засыпал мокрым снегом сейчас замело нормально переводите выправить или все пропало но это вы теперь расскажете выправить или нет и так вы выписали а кстати откуда у вас эти дровишки груши абрикоса сергея не сергея так ноябре он не высылал в конце октября он мог высыпать в конце октября а в прикоп стандартные там сгнивает есть прикоп по мичурину он повыше просто повыше мне нравится и вертикальный прикоп одновременно посадка по железу вот это вы теперь скажете как получилось один год могут нормально переживать другой вот за мелом мокрым снегом вот а потом по снегу может быть также сыра может они сейчас гниют вот у нас как опять так же вот вначале ну нету мороза мороза снега нету вот если бы я все прикопал мы бы точно переживали все сухо а у вас сами пишите мокрый снег это вы потом скажете что будет ооо лисан николаевич что вы тут пишете то что рассказали про обрезку макушки это делаете все дохвые привели надо promotes ног д Problem G в макушки взяли слабый подвой привели слабый привой получился слабый до ретней просто так вот находится чувствую можно иkaniges против половина долет drifting просто а восточных почек может вырости 네 почек этим боли SEES буде больше нет найти просто совершенно верно это до зверя прочитание обрезка повторный рост на Это если дохлое дерево, она дохлая привать. Совершенно верно. Абсолютно правильно пишет. Какие косточки легко укореняются? Так, из косточковых вишня и слива. Но легко понять относительно, потому что всегда есть проблема. Проблема заключается в том, что очень короткий срок жизни у любого укорененного дерева. Лучше всего терпят укоренение яблони. Мало того, что они могут относительно долго расти. Но когда по яблоням пишут, обычно срок дают им 15 лет, это действительно предел. Почему? Корни не дают дальше развиваться. Сколько корней выросло, все, через несколько лет. Сколько есть корней, столько есть. И дальше хоть с бубном вокруг пляши, хоть колдуй, больше она расти не будет. За это время сработаются все плодовые почки. И те, которые первый год наросли, 2-3 года, и они не мертвые, а сухие, бесплодные. Потом чуть подросло дерево, появились новые, тоже сработались. Вот уже 8 лет, плодоносит 10. Обычно на этом и все. Вот это беда, так называемых, яблонях наклонных подвоем. Теперь, это практически и все. Вот сейчас я покажу вам. Ну, я же не на вас, что вы такого прозадали. Вот сейчас я вам найду. Сейчас я вам найду. Сейчас я вам найду. Хоть бы хорошо найти. Кстати, вот они. Смотрите. А, нет, фактически подвезло. Вот тут случайно я наткнулся, вот на эту вот. Вот они, вишни, вишни. Вот. Знаете, что я вам хотел? Ой, нет, все, я не буду рассказывать на следующий юбинар. Я много расскажу. Новых и горьких. Новую горькую правду. И не одну, и не 10. Вот. Вот они, корневые отводки. Видите? Это вишни. И вишни можно укоренять. Только я считаю, что это тоже ложный путь. Да, они терпят. Да, они могут дать отводки. А сейчас я вам докажу это. Вот, кстати, это в моем саду. Корневые отводки. Естественные. То есть, они пошли. А дерево. Видите? Вот. Это готовые сажутся. Ну, при некоторых, конечно, условиях. Но мы это проходили. Нужно как бы подготовить к этому. Вот. Ну, а сейчас я вам дойду то, что я хотел найти. Где-то повторюсь, где-то новое скажу. Наверное, я уже где-то на выше. Где-то выше, где-то выше. Но это очень важная фотография Я сейчас буду искать Как бы мне не пропустить Как бы мне не пропустить ее И столько она важна Специальное время потеряю Но мне очень нужно найти Очень-очень Спасибо Что же делать Ладно, откладываю на следующий раз Искать долго, мы теряем время И еще последнее поискать А это сам внизу поискать Ну-ка Вот здесь где-нибудь Когда что получается Для меня фотография это все Для меня фотография это доказательство Своей правоты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы уже поняли о чем будем говорить На следующем вебинаре Это закон подлости Это закон подлости Она действительно тут есть Эта фотография Которая сразу все вставит на свои места Ну что, я сдаюсь А может быть Я интригую Может я хитрый Может я хочу, чтобы вы до следующего вебинара дожили Еще раз поговорили Так Давайте на чем остановились Обрезка на повторный рост Понятно Да, действительно Ее можно назвать Я омолаживающее на повторный рост Вот Не выдержит слабый подвой Слабый приводит Приходится часть Это же то же, что я говорю И пропагандирую Пересаживай саженец Обязательно отрезай Минимум половину Вот И то, что Александр Николаевич Смотритель Это же то же самое он говорит Вот Обрезка на повторный Тот же самый Цель та же самая Итак Какие костыки легко укореняются Еще раз Легко укореняются Яблони Но из-за этого Они, к сожалению К огромному моему сожалению Долго не живут Но об этом забывают Учителя, сказал Почему? Одно дело Когда Корневые отводки Я показал А у корневых Это палка Втыкается Особые условия Создаются Она бросает корневые Это Это да Получается Мини деревья Это настолько Это настолько Буквально настолько Короткая жизнь Жалкие урожаи Что это даже Если она И укореняется Яблони Все равно Этого делать бы Нежелательно И еще остаются Вишни и сливы Вот Вишни и сливы Они тоже Но Их еще реже Укореняют По крайней мере Массового Промышленного значения Это не получило Вот Укоренить можно Возникает вопрос Зачем Когда укоренил Вы должны получить Что Такие же плоды Или подвое Или сделать из него Подвое Подвое делать из него У него корни слабые Вот Моростройкости нет Как подвое Плохо годятся И лишние сливы Яблони Относительно Вот Тоже и падает От ветра И замерзает Потому что Корни искусственные Вот А если И та же Вишня слива И абрикос Вишня слива Яблони Дают корневой отводки Вот Они-то От многих Не полностью От многих Недостатков Избавлены Моростройкости Не потеряли Дали Такие же Точно сливы Или вишни Как у мамы А это уже плюс Вот Уже плюс А люди боятся Их почему так Кто-то им Бил в голову Что не дай бог Если вишня слива Дадут отводки Отказывается У меня покупать Косочки Когда я Честно говорю Они дают отводки Ужас какой И все Трубки Тип-ип-ип-ип Что с людьми Случилось Почему они верят Тем Да повезло Что дают отводки Так когда-то Сливы Заселили Наш регион А вишни Когда-то Заселили Всю европейскую Россию А потом Издевались Одними Так что Они начали Погибать Миллионами Заселили Заселили